Мы с вами находимся в Сахалинском областном Кровеческом музее, Центральном музее Сахалинской области. Музей является объектом культурного наследия России. В настоящее время занимает японское здание 1937 года, построенного в традиционном национальном стиле, который также называется стиль императорской короны. Подробнее о здании музея и территории вокруг него вы можете посмотреть на моем канале в плейлисте «Сахалин». В настоящий момент экспозиции представлены на цокольном этаже музея, первом и втором. Сейчас мы с вами находимся в зале «Геологическое прошлое Сахалина и Курильских островов». Здесь мы наблюдаем окаменелости древних моллюсков. Также здесь можно увидеть окаменелые скелеты ископаемых млекопитающих, обитавших на морских побережьях в северной части Тихого океана 15 миллионов лет назад. Также здесь можно увидеть отпечатки древних ракообразных, иглокожих, скелеты рыб, отпечатки листьев растений, остатки скелета кита, зуб мамонта и другие палеонтологические находки. Электронная экспозиция рассказывает о геологических процессах и грозных катастрофических явлениях, происходящих на Сахалине и Курильских островах. Демонстрируются видеофильмы о природе региона. Здесь мы наблюдаем геологическую карту активных вулканов Курильских островов. В витринах находятся продукты вулканической деятельности. Следующая экспозиция находится на первом этаже «Растительный и животный мир». Наземные млекопитающие. Островная изоляция, горе-старельеф, вулканические процессы, влияние Тихого океана – все эти факторы определили формирование многообразных условий развития растительного и животного мира. Наряду с типично таежными представителями животного мира, обитая также теплолюбивые животные, сохранились еще совершенно нетронутые человеком целые островные системы на Курилах. Эти первостанные живописные уголки природы являются резерватами редких исчезающих видов флоры и фауны. Бурый медведь – самый крупный зверь и довольно многочисленный на Сахалине и Южных Курилах. В настоящее время в пределах Скалинской области насчитывается 90 видов млекопитающих, из которых 56 видов населяют Суши. В данном зале представлен экспозиция искусства и быт коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Монгкосея и присоединение Сибири к России. В следующем зале экспозиция «Древняя культура и коренные народы». Одним из главных вопросов археологии Дальнего Востока является изучение проблемы первоначального заселения Сахалины и Курилы. В экспозиции представлены древнейшие орудия труда. Возраст некоторых из них – 30 тысяч лет. Эти материалы свидетельствуют о своеобразии островных культур, о существовании тесных связей, взаимовлиянии древнего населения Сахалины и Курил с народами всепредельных территорий – Хоккайдо, Приморье, Преамурье. Комплекс материалов, каменные, костяные изделия, керамические сосуды – все это характеризует охотскую культуру 2000 лет назад. Представители охотской культуры занимались морским промыслом, рыболовством, охотой. Уникальны памятники культуры айнов, коренных жителей Сахалины и Курил. Этнографические коллекции, гордость музея, подлинные предметы свидетельствуют о существовании самобытной традиционной культуры коренных жителей. В начале XIX века на Сахалине проживали три основные этнические группы. Нивхе на севере острова, Ороке в центральной части и Айне на юге Сахалина и Курильских островах. Большую роль в жизни аборигенов играла торговля между Китаем и Японией, в которую были вовлечены местные народы Амура и Сахалина. К XVII веку оформился торговый путь из Северного Китая по Нижнему Амуру, через земли на Найцев, Ульщин, Нивхов, на Сахалин, а затем и на Хоккайдо. Шелковые ткани, металлические вещи, украшения и прочие предметы становились предметами обмена. Здесь мы наблюдаем костюм и губен шамана. Следующая экспозиция находится на втором этаже. Это зал истории, открытия и исследования Сахалина и Курильских островов. Экспозицию открывает карта Дальнего Востока с маршрутами первых русских исследователей. Среди документов есть копия самого первого документа, в котором упоминается остров Сахалин, датированного 1645 годом. Следующая экспозиция – Сахалин, каторжная колония России. Царским указом 1869 года остров Сахалин был объявлен местом каторги и ссылки и превращен в один из самых мрачных уголков России. Отмечены два пути, которыми каторжане по этапу попадали на Сахалин. Сухопутный – через Сибирь и морской путь из Одессы через Суэцкий канал и Индийский океан. Тюремная администрация имела безграничную власть как над ссыльными, так и над немногочисленными свободными сахалинцами. Тем не менее, именно в этот временной период были заложены основы современной экономики. Каторга стала важным этапом в становлении базовых отраслей промышленности Сахалина – угольной, нефтяной, рыбной, лесной и сельского хозяйства. В 1906 году вышел закон об упразднении Сахалинской каторги, и в 1908 году остров был объявлен свободным для вольного заселения. Следующая экспозиция – «Довоенное время» и «Вторая мировая война». Северный Сахалин почти всю войну оставался глубоким тылом, где люди трудились для победы. В экспозиции представлены фотографии нефтепровода. Он сыграл важную роль в обеспечении топливом Дальнего Востока и Восточной Сибири. В музее есть экспозиционный комплекс, посвященный сахалинцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. В августе 1945 года Сахалин и Курильские острова превратились в арену боевых действий. Продолжает экспозицию коллекция, посвященная Курильской десантной операции. Занимающая особое место в действиях советских войск на Дальнем Востоке. Среди экспонатов – схема операций «Советское» и «Трофейное оружие». В тяжелых боях, которые продолжались несколько дней, советские воины проявили массовый героизм. К 1 сентября гарнизоны остальных островов сдались без боя. Вся территория будущей Сахалинской области была освобождена. Закончу я на периоде губернаторства Карафута. 1906-1945 год. Южный Сахалинск был в составе Японии и носил название Тайохара. Надеюсь, вам было интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...